Манипуляция с заведением мотора у него выплыла из памяти, и мои действия не вызывают у него ассоциации. А интересно, если бы сел на заведенную машину повел бы, от волнения ухитряясь заплутать с трех сосов, и выкатываясь совсем не оттуда, откуда хотел. Но все-таки выкатываясь. Наши расположились грамотно, прикрывавшись броней. Останавливаясь аккуратно с прицелом пулемета с БТР. Вылезаем, вытаскиваем в Гене. На встречу спокойно идет Николай. Совершенно неожиданно протягивает руку мотобору. А отрекомендовывается и спрашивает, врач ли мотобор. Мотобор, ну самое подходящее слово, нахренел. Точно, руку не пожимает. Показав, явно растерял свою лапу. Потом говорит, уже слышно ему раньше, хесик. Старшок кивает, то, что ему отказали в руку пожать, видимо, его мало спутило. А вот морфу неопределенно озадачил. Удивил, победил. Как источник информации, морф показывает смалый интересен. Он может рассказать на своем балапюке, с моим кривым переводом, только про медлабораторию. Что происходило в лагере, не знает. Да и возили его в путь без окошек. Хотя проскакивает намеком, что, видимо, его использовали в акции устрашения. Но развивать эту тему он не хочет категорически. Связи по-прежнему нет. То есть с кроштатскими кораблями, с телеями связь в порядке. А вот соседи, чтобы заткнулись. И стрельба осмолкла. Это совсем непонятно. Не было артиллерийской фольбы. Нечем было в танки вывезти. Должна была бы часть броню уцелеть. Да и дымов оттуда не видать. А горящая техника дает такие чадные столбища, что слепой тот, если не увидит, то за пару километров не будет. Хотя не так, что битая техника обязательно должна пылать в контроле. А вообще желание лезть на завод пока нет.